Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня еще раз поговорю про огород на балконе, потому что я уже рассказывала про посынкование, про прищипку томатов, выращиваемых на подоконниках или на балконах. Но это было в ходе другого видеоролика, и люди, вероятно, некоторые не слышали. Вот сейчас я поговорю отдельно, потому что Ирина Тяпкина спрашивает, у нее тоже она выращивает томат в ведре или в кашпо. Она спрашивает, нужно ли его посынковать так же, как уличный, нужно ли прищипывать. Сейчас я все-все подробно расскажу, очень быстро. Вот у меня томат, и я уже говорила, вот это у меня штамбовый засолочный. Он дал у меня посынок, прям почти от земли, вот этот вот. И тут вы уже решаете, как вы будете формировать, или вы убираете эти посынки, на которых будут более мелкие плоды. И тогда вот эти остальные, ну у меня вот сейчас уже поздно, он уже в таком зрелом виде, тогда вот эти вот были бы крупнее. И также верхушка. Вот у меня на верхушке он продолжает еще цвести, плодоносить. Вот видите, новые там завязи. Я могла бы его прищипнуть, и тогда вот эти вот, они бы налились больше, были бы большего размера. Но я их не прищипываю, пусть они растут, мне размер не нужен. У меня просто вот он стоит, как декоративный такой элемент. Я хочу посмотреть, сколько он будет, до скольки кистей плодоносить. Сегодня я уже его буду оббирать, потому что он, видите, у меня переспел. Но вот именно для Ирины я хочу сказать, все зависит от сорта. Если у вас сорт, вы как сказали, у вас случайно она выросла помидорка, вы даже не знаете, какой это сорт. Если вы видите, что она у вас вымахала уже в высоту, и вам неудобно ее выращивать, потому что если она у вас, например, индотерминатная, вам сложно будет ее вот в таком горшочке вырастить. Единственный вариант ее закручивать, как лиану, к потолку, прицеплять веревку. Тут вы решаете сами. Или вы несколько кистей оставляете, вот, например, пять. Вот у меня раз, два, три, четыре, пять. И мне нужно было бы уже прищипывать. Тогда были бы более крупные плоды, они бы наливались. А у меня, видите, уже здесь вот она и шестая, и седьмая, и восьмая. Вот здесь через пасынок выросла девятая. Короче, у меня вот этот штамбовый засолочный, он весь облепился плодами, и я ему даю расти так, как он хочет. Что это значит? Это значит, что плодов будет много, но они будут мелкие. Они будут мельче, он будет весь вот так, как елка в игрушках в этих плодах. Меня это устраивает. И тут мы решаем сами. Если вы хотите крупные плоды, вам нужно пасынки лишние убирать, особенно вот эти, которые и прикорневые, идут вот от низа. Тут, конечно, будут у вас маленькие плоды. Но так как вы не ограничены во времени, я думаю, что верхушку можно и не прищипывать, он же у вас будет как на балконе или где-то там на подоконнике. Ему мороз не грозит. Я считаю, ну и пусть он растет так, как хочет. Вот у меня вот он будет расти так, как хочет. Потом, если будет холодно, я могу его занести даже домой. Он же мобильный, он у меня в ведре. Все. Вот это про пасынкование, про прищипку верхушки. Вы можете делать как хотите. Тут никаких правил, никаких каких-то определенных процедур нет, что именно надо пасынковать, именно надо не пасынковать. Есть вот карликовые сорта, сейчас перейду я до пинокки. Есть карликовые сорта, которые специально для горшечной. Их никто не пасынкует, потому что у них нет таких вот как выползающих откуда-то пасынков. Он весь вот такой куст компактный. Он, видите, весь в помидорках, они уже спеют. Тут ему удалять нечего. Он идет единым кустом. А если у вас помидорка простая, огородная, вот с открытого грунта, то, конечно, она может пасынками так израсти, что она потеряет всю форму. Формируйте по своему желанию. Что вы хотите с нее сделать? Короткую, пушистую, тогда верхушку общипывайте, вот эти пусть растут. Или вот так, как у меня, одним стволом. Вот тут я убрала нижние пасынки, нижние листья, вот это таймыр у меня. Видите? И они укрупнились, такие стали формы, как яблочки. Вот этот у меня с формировкой, с пасынкованием. Вот этот растет без пасынкования. Видите, два разных совсем. Этот весь-весь в плодах, а этот как форма пальмы. И вверху, вместо кокосов, висят вот такие томаты. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это разговор на тему, надо ли пасынковать томаты в горшках, в кашпо, в ведрах, на балконе. Решайте сами.